Вы знаете, что для того, чтобы уложить побольше собянинской плитки на тротуар, мэрия специально нанимает каких-то там урбанистов, и они вычерчивают тротуары пошире, так чтобы больше плиточки Сергея Семеновича поместилось на тротуаре. Ну и, соответственно, вы меня поняли. Нет смысла, наверное, напоминать о том, что Сергей Семенович имеет отношение к заводам по производству бордюрного камня и тротуарной плитки. Вот. Такое вот дело. Между тем, Путин подписал новую стратегию национальной безопасности. И подчеркивается, что некие внешние силы, враги и супостаты пытаются разрушить единство России извне. Вот. Такие вот смешные слова. Здравствуйте, друзья, с вами снова я, Закарыч Блаженный. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии и поддержите мой труд, друзья. А если решите это сделать, описание ролика подскажет вам. Посмотрите, с каким размахом и как масштабно работает клептономика. Совсем недавно здесь был совершенно целый асфальт, а сегодня вся улица перерыта, перекопана. И это было бы смешно, если бы не было так грустно. Потому что, да, люди трудятся, даже в этой клептократической экономике люди трудятся. Да, вот плитку имеют асфальт нормальный, вполне сносный асфальт на плитку. А могли бы вместо этого чинить и воссоздавать разрушающиеся города России. Но ничего этого не делается. Что ж, между тем, друзья, насколько я понимаю, власти уже отказались от попыток привить 65% людей. И теперь речь идет о том, чтобы привить от силы процентов 35, дорогие друзья. Вот такие вот дела. Что ж, да, Мурашка, глава Минздрава, в качестве причин такого эпик фейла, провала, назвал то, что россияне чрезвычайно информированы. И имеют свое собственное мнение, подосадовал глава Минздрава. Вот. Ну, проинформированные не знаю, как там информированы. Некоторые люди информируются телевизором и идут прививаться охотно. Что ж, это абсолютно их выбор. Это их право. И болезнь такая есть. Но вот когда вакцинация становится принудительной, на мой взгляд, это вот есть вот этот вот рубикон, красная черта, переходить в которую нельзя. И я неоднократно уже получаю сообщения от зрителей, которые борются с принудительной вакцинацией у себя на рабочих местах. Я, в частности, вчера говорил с мужчиной, который в московском метрополитене работает. И вот его отстранили от работы. Я готов дать слово любому адекватному нормальному человеку, друзья. Так что, пожалуйста, обращайтесь. Вот. Что ж, такие вот дела. События грядут все интереснее и интереснее. И вот это громыхание Путина, его национальной безопасностью. Словечко-то какое. Очень смешно мне было слышать от Владимира Владимировича. Простите, я несколько раз грязно выругался Путина. Вот это словосочетание национальное единство. Это просто смех и грех, дорогие друзья. Слушайте, и по всей Москве, по всей Москве бордюрный камень. И, как мне сообщают зрители, такое происходит не только в Москве, но и по всей России. Потому что печальный пример мэра Москвы переняли другие городоначальники. Вот такие вот дела. Что ж, зашел я во дворик, в обычный московский дворик. Вот, смотрите. И тут куча бордюрных камней. И тут, и вот я сейчас выйду, и вот куда бы я ни пошел, и вот там вот бордюрчики, бордюрные камни. Что они, такие скоропортящиеся, что ли? Что ж, дорогие друзья, еще раз подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Загляните в описание этого ролика, чтобы поддержать мой труд независимого журналиста, блогера, вашего вестника. Тружу себя сам по себе, но, как видите, дорогие друзья, и мой труд приносит свою пользу. Вот, что ж, доброго вечера, дорогие друзья. Помогай нам всем, Бог!